Всем привет, с вами 153 выпуск геймплэна и первая игра это хардкорный платформер под названием Die for Metal. Но почему-то в игре какой-то баг и почему-то нет музыки, хотя здесь должен звучать настоящий металл и вот погружать нас в полную атмосферу этой игры. Здесь нам предстоит играть за такого вот хардкорного викинга и обегать с помощью двух кнопок, прыгать можно с помощью двойного прыжка, отталкиваться от стен таким вот образом и нам необходимо добраться до финиша соответственно, дальше будут различные препятствия. И вот да, вот всё-таки, к сожалению, то что действительно не хватает музыки в этой игре, но надеюсь потом разработчики возможно профиксят и в этой игре появится звук. Вот, вот тут уже появляются первые препятствия, которые нам мешают, но мы их с успехом преодолеваем. Дальше миссии будут всё сложнее и сложнее и в принципе платформер неплохой. Такой вот прикольный вот металл-рокер вот такой вот у нас персонаж. В общем, любители таких игр, пожалуйста, скачивайте себе. Что будет, если объединить два слова монстр и марафон? Да-да, получится Монстр Фон и следующая игра и носит именно такое название. Это раннер в бок, в котором нам предстоит играть за монстров и разрушать город. Чтобы открывать миссии, необходимо зарабатывать золотые монетки. За каждого персонажа можно заработать максимум три. Чтобы их заработать, необходимо выполнять как можно больше разрушений города. И сейчас я вам это всё продемонстрирую. Вот такая вот у нас классная графика, выполненная очень в мультяшном стиле или даже, можно сказать, в стиле комиксов. Две кнопки прыжок и атака. И нам здесь вот, в отличие от многих раннеров, нужно не собирать монетки, а необходимо сносить вертолёты, танки и другие различные сооружения. У нас встречаются различные бомбы, электрические провода, которые нам необходимо своим чемоданом сносить. Да-да, кстати, вот этот вот то ли крокодил, то ли кто, ну, в общем, монстр, он одет в костюм, в галстук и очень напоминает разъярённого какого-то офисного планктона, который устал всю неделю работать и вот решил всё разнести к чертям собачьим. В общем, вот такой вот раннер, достаточно необычный, но достаточно сложно зарабатывать вот эти монетки для того, чтобы открывать следующие уровни. И это вот огромный минус этой игры, по моему мнению. А так, в принципе, игра оригинальна, прикольна, и можно даже попробовать её скачать и самостоятельно оценить. Игра называется Monster Phone. Скачивайте и бегайте вот за таких вот крутых монстров, которые разрушают города. Третья игра называется Zen Training, и это такая вот небольшая аркада, в которой нам предстоит ловить, точнее, вот крутить вот это вот дерево вокруг для того, чтобы ловить кубики, которые падают, и они должны попадать, соответственно, в камни такого же цвета, какого и падают кубики. Расслабляющая такая музыка восточная. В принципе, игра сделана довольно качественно, интересно. Дальше вот у вас будут меняться уровни, будут падать уже по два, по три даже вот таких вот камней, которые вам предстоит успевать вот так ловить. Также будут падать ещё такие вот же камни цветные, только они будут вращаться. И нужно будет ещё предварительно по ним тапнуть, для того, чтобы он успокоился и успешно приземлился в нужный сектор. Также, если вы довольно хорошо проходите уровень, вы получаете бонусный уровень. И вот что здесь нам нужно делать? Нам нужно поймать как можно больше камней одного цвета. Ну, давайте попробуем. Ага, падает жёлтый. Подставляем жёлтый. Ага, тут будут падать только жёлтые, значит. И мы должны их как можно больше поймать, для того, чтобы заработать как можно больше очков. Дальше вот у меня ещё были бонусные уровни, в котором нужно как можно больше за определённое время сделать кругов вокруг дерева. Ну, а остальные миссии вы увидите, я думаю, сами. Игра очень классная, и вот как таймкиллер просто великолепно. Я уже представляю, как я буду ехать в автобусе и рубиться в неё. И не замечать, как быстро я доезжаю до дома или же там до работы. В общем, игра называется Zen Training. Скачивайте, успокаивайте свои нервы. Последняя игра называется Crystal Swarm. И вот, кстати, когда вы начинаете новую кампанию, здесь для вас показывается очень хороший, качественный мультик. И вы ждёте что-то просто необычное и бомбическое. Выберем тип управления одним нажатием, потому что это более удобно. И даже для обзора, мне кажется, это больше всего подойдёт. Вот такая вот игра, вот всего лишь вот такая ограниченная площадка. Бегаем, убиваем каких-то насекомых и выдерживаем волны. Вот это уже пятая волна у меня вроде, а до неё дошёл. Также тут можно ещё открывать, точнее, включать второго игрока, но я так и не понял, как им управлять. Если кто знает, подскажите и напишите в комментариях. А в общем, вот игра заключается в том, что отражать атаки вот этих насекомых. И, кстати, вот эти вот какие-то новые клещи, вот они появились первый раз. До этого их не было. До этого были какие-то просто обычные пауки, но их было очень-очень гигантское количество, и я еле справлялся с ними. А вот это вот первая миссия, где появились вот эти клещи. И поэтому тут, конечно, не такая вот атмосфера, как была до этого. А так, в принципе, игра-то прикольная, но она на любителей, я бы вот так сказал. Вот мы прошли уже шестую волну, и давайте всё-таки посмотрим седьмую. Может быть, здесь будет настоящий хардкор. Да-да, здесь вот уже повеселее, здесь и пауки, и клещи. И здесь ещё есть ещё какие-то насекомые, которые даже не убиваются, а мы можем лишь их отталкивать. Вот, собственно, и всё. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.